Приветствую вас. Вопрос о том, что женщина познакомилась с мужчиной на почве общих интересов, возникли чувства, но мы выросли и общаемся совсем в разные среди, говорит она. Он в своей речи постоянно использует жаргон и мат. Поначалу этого почти не было в речи, значит человек не может себя контролировать. Пытался не говорить на эту тему, он считает, что если я его люблю, то должна принимать таким, как он есть. Меняться он не собирается, и если мне что-то не нравится, это моя проблема. Я не могу с этим смириться, в моем окружении так не говорят. Но в нем есть много других плюсов, что меня держат рядом на мои уши и не могут этого выдержать. Что мне делать? Что делать, чтобы что? Вот основной вопрос. Который вам нужно себе задать. Что делать, чтобы что? Потому что, если вы хотите изменить свое отношение к этому, это один аспект, один момент. Если вы хотите мужчину поменять или в целом как-то свои отношения с ним гармонизировать, это другой аспект и другой момент, другое направление, работа, возможно, работа. Вообще, возможно понять, да, потому что, ну, если вы не привыкли, как бы, ну, к определенным жаргонам и словам, то, соответственно, вам тяжело, это нормально, да? Вот, и, соответственно, ну, ведь ниоткуда взялась история, что люди, по большому счету, выбирают себе партнеров, да, из своего окружения. То есть, как бы, это, ну, нормальная история, абсолютно нормальный, нормальный момент. Но вот, как мне, как мне кажется, и это вполне себе такая адекватная позиция, позиция. Вот, но, если вы решили, что будете, вот, с человеком, да, если вы его любите, то, наверное, вот, в первую очередь, вам нужно для себя самой определить, какие, какие конкретные чувства вы испытываете к человеку. Вот, то есть, ну, в принципе, в целом, что это за чувства, которые вы испытываете к мужчине, да? Вот, потому что, если вы не принимаете его таким, как он есть, если вы отдельно как-то воспринимаете его, скажем так, ну, жаргонику, да, его жаргонные слова, если вы воспринимаете это отдельно от его личности, то вполне вероятно, что вы с ним находитесь не потому, что вы любите, не потому что, вот, принимаете его таким, как он есть, а потому что вам нужны, условно говоря, те плюсы, которые у него есть. То есть, по большому счету, это вот такие отношения по принципу, по принципу, ну, по принципу, дашь на дашь, да? И в этом случае, в этом смысле, если у вас такого рода чувства к человеку, это абсолютно нормально, вот. Если у вас такого рода чувства, то абсолютно нормально, что вы какие-то вещи не принимаете, да? И абсолютно нормально, что вам это не нравится, абсолютно нормально, что вы не желаете, как бы, как бы, ну, с этим мириться, вот. Поэтому здесь вариант, на самом деле, такой, как мне, как мне кажется. А вот именно, если смотреть на это с точки зрения, вот, ну, ваших, да, с вашей субъективной точки зрения, да, смотреть, то вариант здесь следующий, значит, вы воспринимаете мат и какие-то, вот, условно говоря, жаргонные слова, да, например. Как то, что вас задевает, например. Да, вы понимаете, мат и жаргонные слова, как то, что вас напрягает, как то, что вам неприятно. И вот, можно проанализировать, можно проанализировать, чем, чем конкретно вам это неприятно, да, чем конкретно вам это неприятно. И, если у вас есть желание, да, вот, то есть, как как-то изменить, это менять, вот. Понимаете, да? А, ведь какая штука? А у вас это может задевать по ряду причин. Первой причиной, может быть, то, что у вас с этим связан какой-то неприятный, неприятный опыт. И, соответственно, вы себя чувствуете какой-то уязвимой, например. Вот. Понимаете, да? Если это вопрос ваших ценностей, то есть, если это вопрос ваших ценностей, то есть, если это именно, что, ну, восходит к вашим убеждениям, к вашим ценностям, то в таком случае ничего не поделать. Вы с этим, вам, с этим человеком не по пути. Вот. Но, если это не вопрос ваших ценностей, а если вам все-таки как-то вот неприятно, если вас это задевает, если вам именно что неприятно, называть какие-то болезни, чувства, то есть, действительно, ваши проблемы. Вот. И работать нужно именно с вами. С вашей проблематикой. Мужчина здесь совершенно не при чем. Понимаете? Вот. Я бы сказал, вот, со своей позиции, что любое убеждение, оно должно быть гибким. То есть, если вы считаете, что у мужчины есть плюсы, а если вы считаете, что, ну, то это достойный человек. Вот. То, соответственно, нужно принимать его недостатки. Вот. Кроме того, возможно, такая ситуация, когда человек, не использующий амап, да, и впоследствии начавший его использовать, проявляет к вам не потерю контроля, как вы говорите. То, что вы восприняли это как контроль, может быть как раз-таки вашим страхом. Это может быть не про контроль, это может быть про доверие. Очень часто бывает именно так, что это вопрос доверия. И я повторюсь, если вы обращаете свое внимание на форму речи, а не на ее содержание, то личность мужчины вы, скорее всего, не воспринимаете. Ну, вот, скажем так, ну, если можно так выразиться, да, полноценно. и вопрос в том, каким образом так происходит. Понимаете? Вот и все. Если по вашим ценностям, то есть абсолютно осознанно и уверенно, вы, как бы, отдаете предпочтение своему окружению, тому, что говорят люди в вашем окружении, что да, человек вам не подходит, и это нормально, все люди разные. Но если вы говорите о его плюсах, то что это за плюсы? Это то, что вы получаете для себя от него, или это то, что вам хочется давать ему? Понимаете? Потому что если первое, то это больше похоже на зависимость. А если второе, то это невозможно без полного принятия человека. Понимаете? То есть, ключевая мысль какая? Вы никому ничего не должны. Терпеть, терпеть то, что вам не нравится, вы не должны. Но у того, что вам не нравится, есть своя природа, которую вы, может быть, не осознаете. И вот разобраться с природой того, что вам не нравится, можно. не с целью, там, не знаю, да, сделать допустимым маппи, жаргон. Нет, нет. А именно, чтобы посмотреть, а не слишком ли многого вы этому уделяете внимания. Потому что, ну вы так говорите, уши мои не могут выдержать. Такое ощущение, что вы слышите просто слово и на него реагируете. Но ведь люди-то все разные росли в разной среде, и соответственно, у них сформировались свои способы выражения мыслей. И форма здесь абсолютно ни при чем. Форма, форма, это вторичная. Вот. Знаете, вполне возможно, что здесь история про вашу тревожность. Вам кажется, если человек не терится, использует законные слова, то он может и быть нашим нюанс, применять какого-то насилия и так далее, и так далее, и так далее. Это вопрос про вашу тревожность, недоверие себе. Вот. Понимаете, поэтому нужно в первую очередь понять, что то, что вы имеете в виду под тем, что вам не приятно. Вот. А в целом, я должен констатировать факт того, что мужчина прав. Он действительно прав, он не должен меняться, он такой, как он есть. если его все устраивает, зачем ему что-то менять в себе. Да? Вот. Поэтому тут я могу только согласиться как бы с мужчиной и задать вопрос вам, чего хотите вы? Найти идеального мужчину, который будет идеально подходить под ваше окружение, чтобы оно его одобрило, или встретить человека, с которым вам будет хорошо и который как бы будет вызывать у вас самые теплые и нежные чувства. С другой стороны, если вы говоря о плюсах мужчины, подразумеваете то, что вы хотите, то это вопрос ваших потребностей. И неплохо бы эти потребности удовлетворять и в том числе самостоятельно. На этом всем, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью. удачи. Удачи! 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 Удачи!